А перед началом этого ролика хочу порекомендовать вам канал одного парня, делающего различные топы, мнения, битвы и много всего другого на супергеройские темы. Контент для новичка действительно стоящий, поэтому советую подписаться. Ссылка в описании. Знаете, меня часто спрашивают, а жду ли я возвращения домой? Да, вопрос на миллион прям. Но я вот недавно сел и серьезно призадумался насчет нового фильма о паучке, и знаете, в голову закрались совсем уж тревожные мысли насчет качества будущей картины. В этом ролике я выскажу все, что думаю о возвращении домой, то есть какие у проекта стороны положительные, какие отрицательные и чего вообще стоит ждать от нового Спайдермена. Так что усаживайтесь поудобнее, думаю, должно быть интересно послушать. Начну я, давайте, конечно же, с хорошего. Итак, почему возвращение домой будет одним из лучших фильмов Марвел? Во-первых, потому что это фильм про Человека-паука. Понимаете, в 2008 году очень много обычных зрителей и прессы говорили и писали о том, что Марвел задействует второй состав супергероев для своих фильмов. То есть, чтобы вы понимали, на момент 2008 года Человек-паук был самым известным, самым лучшим и топовым супергероем Марвел. А Железный Человек на тот момент был далеко на втором плане. Однако он выстрелил, а за ним выстрелили и остальные супергерои, которые долгое время были в Тени Паука. В итоге сейчас они топ, а Паучок благодаря вечным перезапускам начинает наверстывать потерянные за эти годы. И вот сейчас он для Марвел главный персонаж. То есть вы только вообще представьте, что он может значить для компании. За годы он популярности не потерял. Она скорее осталась на том же уровне, просто его остальные догнали и перегнали. Марвел умеют пиарить фильмы и снимать их так, чтобы они зарабатывали по миллиарду долларов в прокате. И теперь у них в руках Человек-паук. Один из самых известных супергероев Эвер. Плюс он достался потом и кровью, поэтому взять и облажаться с ним они никак не могут. Да и не забывайте еще одну вещь. Дело в том, что Марвел понимает, что Железный Человек и Капиташка уже начали надоедать. Поэтому киновселенной нужен новый символ. Нужен новый Железный Человек. Это я образно говорю, если что. И Человек-паук, как мне кажется, и станет новым лидером киновселенной. То есть Старк будет давать ему свои знания, станет для него учителем, а потом погибнет и на его место как раз и придет Паркер, на место главного героя. Все силы брошены на возвращение домой. Это должен получиться один из самых лучших фильмов компании. К тому же весь креативный процесс закреплен за командой Кевина Файги. И вот сейчас я выхожу на второй аргумент в пользу качества нового паучка. Начиная с 2014 года Марвел перестали снимать плохие фильмы. Ну серьезно, второй Кэп, Стражи, Муравей и Гражданка это великолепное кино. Ну а вторые мстюны, на мой взгляд, совсем не удались. А в этом году еще и Стрэндж выходит, который, как мне кажется, будет вообще лучшим кинокомиксом 2016. То есть у компании есть определенный стандарт качества, и Файги реально следит за тем, чтобы фильмы были как минимум неплохими. В-третьих, возвращение домой, это комедия. А Марвел и комедия, блин, да идеальней представить невозможно. Стражи Галактики и Человек-Муравей не дадут мне соврать. К тому же Спайдермена, как говорят сами создатели, снимают по заветам Джона Хьюза. А это как бы на минуточку один дома и клуб завтрак. В-четвертых, это первый фильм в киновселенной об этом персонаже. А снимать оригин героев киновселенной Кевин Файги умеет. Опять же, Муравей и Стражи. Если к Человеку-Муравью я изначально относился с большой долей оптимизма, то когда я узнал о том, что будут снимать фильм про Стражи и Галактики, которых я лично до анонса этой картины вообще не знал, и что эта команда находится в космосе и в ее состав входит енот и дерево, блин, как же у меня тогда бомбило. Я просто на каждом углу бегал и кричал о том, что это будет самый худший фильм в киновселенной. Однако, когда Стражи вышли, я понял, как же я чертовски ошибался. Поэтому за первые фильмы в киновселенной про того или иного героя я теперь вообще не переживаю. Ну и в-пятых, в картине будет сделан упор именно на супергеройскую жизнь Питера Паркера. То есть будет очень много сцен, как Питер опаздывает на уроки, сбегает с них, переодевается на ходу, прячет синяки из ссади на оттеке Мэй, врет учителям и своим друзьям. Боже, как же это круто! Знаете, лично для меня одним из больших плюсов первого нового Человека-паука как раз была эта часть супергеройской жизни. Когда он скрывал свое занятие от тети Мэй, приходил домой побитым и прочее. Это часть Человека-паука, что он не может никому признаться, кто он есть на самом деле, ему приходится все это скрывать. А теперь он еще и школьник, поэтому все эти забавные ситуации будут возведены в квадрат. Что же, это были мои основные аргументы в сторону того, что Новый Паук будет как минимум неплохим фильмом. А вот сейчас хочу высказать как раз свои опасения насчет картины. И первое, что меня тревожит, это то, что фильм может натурально скатиться в цирк с конями. Сужу я об этом из-за фотографий со съемок. То Паук хватает велосипед, а потом садится и уезжает на нем. То он едет в дорогой гоночной машине, то он в вертолете. Блин, что они там делают на съемках? Окей, может быть в контексте фильма это будет смешно и отлично поставлено, но вот с фото со съемок у меня больше вопросов к создателям. Во-вторых, а не перегрузят ли они фильм? То есть уже сейчас как минимум заявлено два злодея. И еще о целой куче других ходят слухи. Третьих, что вот на мой взгляд скорее всего и случится, в фильме не будет души. Да, может быть будет очень смешно, классно, весело, качественно, но без души. Увы, но снимают кино Марвел, а у них ни в одном фильме киновселенной не было душевности. Для тех, кто сейчас ничего не понимает, вот о чем я говорю, для меня душевность это фильмы Рэйми. То есть это уют, это мораль. Вот это и есть душевность. Даже Марк Уэбб, как бы его Сони по рукам не били, создать душу пытался. Вставлял сцены с моралью, просто они не срабатывали, как у Рэйми. Но сейчас не про этих двух. Увы, но, так скажем, корпоративный дух, как по мне, не позволит снять что-то с душой. Качественное, да, безусловно, но душевное, вряд ли. На этой ноте я и закончу этот ролик. Теперь буду ждать ваших комментариев по этому поводу и по всему тому, что я тут наговорил. Будет интересно почитать. Ну а также хочу порекомендовать вам сразу два канала двух моих знакомых. Первый делает довольно-таки хорошие фан-трейлеры по Паучку, то есть Spider-Verse, NCHP3 и прочее. Второй же тоже занимается фан-трейлерами, однако также делает ролики и просто о комиксах или кино. Опять же о Паучке. Обе ссылки есть в описании под роликом. Ну и, конечно же, и меня, не забывайте. Если ролик был вам интересен и вам понравилось его слушать, то жмите палец вверх и подписывайтесь на канал. Поверьте, это лучшая благодарность. Ну и еще можете в нашу группу ВК вступить. На этом все. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok